28 июля в день ВМФ в главной базе КФЛ в городе Каспийска прошел военно-спортивный праздник, организованный моряками флотилии при поддержке правительства Дагестана. Посмотреть на зрелищное событие собрались не только жители, но и гости со всей страны. Белоснежный катер «Альбатрос» с командующим краснознаменной Каспийской флотилией контр-адмиралом Олегом Зверевым совместно с главой Республики Дагестан Сергеем Миликовым вышел из бухты и направился в сторону трибун на встречу катеру связи, на борту которого командующий морским праздником командир соединения надводных кораблей капитан первого ранга Сергей Зотов. Катер командующего флотилии последовал к строю кораблей для поздравления моряков с праздником Днём военно-морского флота России. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Параллельно на сцене прошли яркие выступления оркестра Южного военного округа ансамбля «Песни и пляски». В торжественном строю были представлены ракетный корабль «Дагестан», большой гидрофический катер «Николай Ивашенцев», судно контроля физических полей «СФФ-95», малый артиллерийский корабль «Волгодонск», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», пограничные сторожевые корабли «Дербент» и «Бриллиант». После завершения обхода кораблей катер командующего направился к причалу, где его ждал почётный караул. Далее на экране перед трибунами по прямой трансляции из Санкт-Петербурга с поздравительной речью выступил Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Российской Федерации президент страны Владимир Путин. Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днём военно-морского флота. Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу. Началось военно-спортивное мероприятие с централизованного представления с участием основателя военно-морского флота России Петра I. Далее торжественно открыло морской праздник прохождения катера с флагами и фанфарами. На белоснежном катере «Альбатрос» развивался флаг России. Над катером связи КСФ-1549 – флаг ВМФ. Противодиверсионным юноармеец Каспия «Горль» развивался флаг Дагестана, а на борту сторожевого корабля «Сокол» – флаг пограничных органов. Следующим эпизодом стало пресечение нарушения границы и захвата корабля пиратами. «Только что произведен доклад оператора гидроакустической станции об обнаружении мин». «Надия по кораблю! Принято решение на форсирование минного заграждения!» «Итак, принято решение на форсирование минного заграждения!» Кроме того, были также продемонстрированы проделывания проходов в морском минном заграждении, морской бою с кораблями и отражение ударов средств воздушного нападения противника, ведение противодесанта и обороны, высадка морского десанта и бой за высадку на берегу. Пехотинцы также наглядно показали пример оказания помощи судну терпящему бедствую. И заключающим эпизодом этого невероятного зрелища стали фонтаны на воде, которые эффектно били из лафетных стволов спасательных буксиров РБ-397, СБ-738, СБ-45. Завершилось праздничное мероприятие пролетом тактической группы транспортно-боевых вертолетов МИ-8, МТЭШ, органов безопасности с флагами Российской Федерации, военно-морского флота и Республики Дагестан на высоте 80 метров над акваторией Каспийского моря. Отметим, что в морском параде приняли участие председатель правительства Республики Дагестан Абду Муслим Абду Муслимов, глава Каспийска Борис Гонцов, сотрудники администрации, военнослужащие и их семьи, представители различных ведомств, волонтеры и многие другие. А также недалеко от парада прошла выставка военной техники и развернулась полевая кухня. Вскоре глава Республики Дагестан Сергей Меликов совместно с командующим краснознаменной Каспийской флотилией контр-адмиралом Олегом Зверевым провел награждение отличившихся военнослужащих за проявленное мужество при исполнении военного долга на СФО, а также поздравил всех с праздником военно-морского флота. Для нас этот праздник является особенным. И то, что Каспийская флотилия вернулась на Каспий или в Каспийск, на Большой Каспий, я имею в виду, не из Астрахани, для нас это тоже большой почет. За это мне с удовольствием хочу поздравить командующего, всех офицеров, солдат, матросов, обслуживающих персонал, членов семей, потому что ожидание всегда помогает переносить тягости и лишения военной службы с этим замечательным праздником. Пожелать, безусловно, победы. К этой победе обязательно должна приложиться военная удача. Кроме того, к пожеланиям присоединились и гости мероприятия, которые поблагодарили всех организаторов за такую невероятную атмосферу и поделились своими впечатлениями, полученными от военно-спортивного праздника. Хотелось бы, чтобы вообще все было идеально. Всем здоровья, крепкого, счастья, всех благ. Я хочу поздравить всех жителей Каспийска и Махачкалы с этим удивительным праздником. Праздником, который объединяет всех народов. Я хочу выразить свою благодарность и восхищение Махачкале, которая никогда впервые прибыла здесь. Здесь очень удивительные и хорошие люди. Замечательные, такие толерантные, выдержанные. Хочу поздравить целую страну с праздником, с днем военно-морского флота. Пожелать всем нашим ребятам, служащим, хорошего настроения, бодрого духа, легкого взлета. Пусть будет тишина в душе, в сердце. И штирь красивый, чтобы они могли просто плавать и радовать нас. Я хочу отметить, что здесь очень праздничная и очень классная атмосфера. Приятно наблюдать сверху за рукопашным боем, за высоткой парашютистов, вообще за охотой кораблей. Иногда берет даже страх какой-то и мурашки по коже идут от этих взрывов, выстрелов. Но очень зрелищно, очень красиво и захватывающе.